У нас нет нерегулярной армии. Они были из разведывательного управления? Да, это армия или нет? Это не армия, это главное разведывательное управление. Управление чего? Генерального штаба. А генеральный штаб это не армия? Нет, конечно. Это не часть российской армии? Это не часть российской армии. Генеральный штаб российской армии это не часть российской армии? Это не часть российской армии. очаков тв представляет здравствуйте здравствуйте женя костыль ну когда нечего сказать начинают до приду я кстати просто хотел узнать почему вас так называют меня заинтересовало ну это небольшая ошибка наверно произошла потому что это пошло от миколы рушницы насколько я помню вот дело в том что по образованию я инженер по управлению процессами перевозок на железнодорожном транспорте вот на заканчивал я военное училище вот и почему-то микола рушница посчитал что я в железнодорожных войсках служил хотя это немножко не так ну училище называлась высшее военное училище железнодорожных войск военных сообщений военных сообщений я понял вот какой костыль я думал такой на которой опирается знаете нет это костыль имелось в виду железнодорожные я понял я понял я думал вас там поезд где-то передавил что-то и вы уже на таким костылем окажется пусть это был железнодорожный костыль пусть будет тогда мне мне как-то абсолютно да и кстати вы помните последний раз когда мы с вами нет и первый и последний да мы с вами разговаривали то вы просили вы поставили под сомнение что я вам покажу резолюцию генеральной ассамблеи а когда я вам показал ее таки вы сказали что она не имеет значения там и так далее да ну то что резолюции ген ассамблеи существуют я знаю да но вы это оспаривали изначально понимаете вот чем не там и вы знаете я не помню чем о чем разговор шел тогда на по моему о каких-то фразах в этой резолюции скорее ли не это потом вы начали уводить первое изначально вы сказали такой резолюции нет я вам сказал давайте я напомните напомните какой резолюции ну генеральной ассамблеи оон о том что крым захвачен и там на том что крым захвачен нет такой резолюции ну то чтобы российские войска должны вывести свои эти самые из крыма и так далее ну да 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 такие резолюции есть и они появляются когда инициирует их украина и потом ген ассамблею он их от я понимаю вы сейчас снова уводите от и вы сказали что такой резолюции нет после того как я вам ее показал еще раз подтверждаю такой резолюции нет где написано что россия захватила крым такой резолюции как но если там написано что российские войска должны покинуть оккупированную историю оккупированные войска из крыма никогда не уходили вы это не хуже меня знаете не она видите вы пытаетесь манипулировать словами даже не фактами естественно но это не очень ну как но фактами подождите российские войска в крыму были всегда по договору с украиной правильно так дабы этот договор заключался с властью да и продлевался с той властью которую незаконно свергли на территории украины так что все тут естественно на россии договора эти не нарушала россия войска туда свои дополнительно вводила в соответствии с этим договором никаких претензий к россии по этому поводу быть не может каким договором она вводила дополнительно своих зеленых человечков без знаков различия ну без знаков различия на никого не вводил а это были эти самые ополченцы как путин их нет там в том числе в том числе было на это да это было как они назывались но оборона крыма да я не помню как они правильно называются да и соответственно это спецподразделение те которые дислоцировались в крыму российских но вот вам вам не стыдно вы взрослый человек и сидите несете вот такую мерзость вот вам самому как лимна а что что то что не так я сказал все что вы сказали это было не так смотрите вы прекрасно понимаете суть дела вы прекрасно знаете о чем я говорю вы пытаетесь вот так вот выскользнуть и изворотить слова и в результате какую-то хрень несет ну смотрите давайте давайте я простой вам вопрос попробую задать а вы попробуйте на него ответить война россии с украиной с 14 года была дака или сейчас есть да конечно было и есть да да было и есть на территории крыма боевых действий не происходило никаких правильно ну что называть боевыми действиями это другое противостояние вооруженное было стрельба была блокировка военным транспортом российским бронетранспортером это не боевые идеи военных а что такое боевые действия дайте мне определение давайте поговорим и действие это когда стреляют друг в друга и есть погибшие раненые там были погибшие ну там два человека разница хоть один человек неважно но вы же знаете расследование проводилось один случайно там случайный выстрел а второй погиб от снайпера неизвестно кто стрелял это называется боевые действия но давайте так вот смотрите резолюции генассамблеи по крыму где российские войска присутствуют где осуществляется но скажем так власть российской федерации юрисдикции российской федерации там есть резолюции генеральной ассамблеи он почему нет ни одной резолюции генассамблеи он по донбассу где вы говорите воюйте с россией по донбассу сейчас идет суд гаакский суд это международное это очень длительное дело он идет годами на покрыму есть суп и если вы знаете если вы знаете ну по крыму там все было открыто и очевидно но международной организации в том числе и гаакский в том числе и бсе и он все очень бюрократические организации и прежде чем что-то заявлять они это будут проверять и так далее то есть с крымом это было очевидно а здесь рассматривают все факты доказательства которые украина предоставила в огромных количествах вы знаете есть прекрасно знаете есть уже предварительные там итоги предварительных расследований и так далее на которые вы говорите а это не решение все равно какие расследования это вы суда имеете виду международная да да я имею ввиду гаакский трибунал еще раз вопрос может быть что-то непонятно крым где нет боевых действий где не происходит убийство людей да вот массовые да ну два случая были один все-таки несчастный второе не расследован ну скажем так вина вооруженных сил не доказано и 13 тысяч погибших на донбассе где украина официально говорит что ведет боевые действия где разрываются снаряды идут обстрелы из тяжелого вооружения уже на протяжении 7 лет 8 год идет и ни одного на иска к россии ни одной резолюции генассамблеи по донбассу нет а хотя декларируется что идет война с россией все-таки не находите здесь никаких противоречий вот сейчас вы мне задали вопрос от все что я в до этого сказал сейчас второй раз задали тот самый вопрос вот прослушайте то что я вам ответил это в точности мой ответ в крыму было явно она донбассе не было явно в крыму сейчас явно а на донбассе так подожди телезоносе бюрократические первая резолюция генассамблеи он под по крыму было в четырнадцатом году если вы не помните так крым явно оба донбассу по донбассу значит у вас не явно поэтому резолюции нет да потому что фактов доказывающих легально россии не существует легально присутствие российской армии признанной международными организациями пока не туда так чтобы можно было предъявить организация присутствие российской армии на донбассе пока не нашла нет она нашла много она нашла много признаков но прежде чем вынести какой-то вердикт и начать суд для этого нужно пособирать как можно больше конечно признаков огромное количество нашла и очень много нашла сейчас над этим подождите вы сейчас начинаете либо изворачиваться либо противоречить сами себе не про давайте давайте все-таки произнесем эту фразу значит в чем отличие крыма от донбасса резолюции по крыму четыре штуки есть генассамблеи он и там россия признана агрессором и оккупантом по донбассу резолюции нет значит россия там не агрессор и не оккупант с кем тогда воюет украины на сегодняшний день нету легальных фактов которые могли бы быть предъявлены международной общественности организациям судам и так далее доказывающих на сто процентов присутствие российских войск но все признаки этого есть об этом уже много лет назад было указано и это будет доказано нужно еще время на этого вот и все ну все вопросы больше к вам не у меня то если у вас есть задавайте да да не ну какие у меня к вам вопросы все я по я по вы такой очень примитивный манипулятор понимаете все же манипуляции шито белыми нитками шито белый сварка смотри эти флоте есть факт 4 резолюции по крыму и ни одной по донбассу факт какая манипуляция где но хорошо смотрите как вы объясните присутствие российских военных где на территории донбасса назовите кто там присутствует ну ну вы это прекрасно знаете не хуже меня давайте давайте не будем прекрасно знаю начинаешь перечислять мне ваших горуш ников там псковских десантников заблудившихся вот стоп 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 вот ну вы же блогер вы же блогер и вы блогер вы знаете чему я поражаю да да и вы вот на восьмой год вы будете утверждать про заблудившихся псковских десантников это вы будете утверждать но это стыдно это позор это позор блогеру который не знает что псковских десантников там не было хорошо когда позор сантники костромские костромские а по-моему есть и те и другие ну по моему я могу ошибаться но это же сути не после этого и после этого вы говорите что я это сути не меняет вы даже не разобраетесь вы даже не разбираетесь в материале это для блогера непростительно это же сети не менее не интересно вот вы не хотите говорить о сути вот конечно ему не интересно он не хочет говорить о сути он хочет говорить о форме он хочет поймать на какой-то неточности в формулировках но мерзость блин он прекрасно понимает насколько он мерзкий тип вот ну насколько я помню там были по моему псковские десантники тоже костромские я помню да если у кого-то есть видео с псковскими десантниками вот ну может быть имелось ввиду костромские это же сути не меняет вот о чем речь но это мерзость будет всегда утверждать естественно противоположное женя костыль называется выставляет прямо два часа проходит уже выставляет как он загнал в угол бакет но смешно да 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 смешно сейчас расскажу почему я нашел много документов правда и именно именно псковских десантников давайте хотя бы один про псковских десантников давайте давайте продекламируйте его да давайте сейчас если хотите прямо сейчас вы его листу хочу очень хочу да вы его видеть не будете но вы просто зачитайте я вам поверю потом посмотрю да да давайте давайте конечно так что вы вы поймете что сели как раз в лужевые загнаны в угол были вы к сожалению к вашему понимаете у меня как раз это открыто вот сейчас да да я слушаю внимательно даже не перебиваю вас да давайте в ходе боевых действий на территории украины практически полностью была уничтожена первая рота 76 псковской дивизии бдв после того как сами десантники нещадно убивали украинский солдат на блокпостах которые попадались им на пути об этом говорится в новом номере газеты псковская губерния появившимся в сети 2 сентября пишут российские сми как сообщает эхо москвы в распоряжении издания оказались записи переговоров действующих военнослужащих 76 дивизии которые на условиях анонимности были переданы издателю псковской губернии губернии льву шлозбергу копия текста выложена в его блоге из расшифровки беседы с 16 августа рота была переброшена через границ с украиной 20 августа на чужой территории десантники уничтожили украинский блокпост и группу бронетехники однако затем у населенного пункта георгиево рота была накрыта массированным артиллерийским ударом из разговора солдат следует что и всей первой роты число численностью 80 человек выложен ну выжило около 10 бойцов остальные погибли но и так далее и так далее как вам это недостаточно будет ну тут два момента есть первый момент это то что вы говорили о заблудившихся псковских десанты ой извините я не то слово произнес о это сильно поменяла суть дела да это сильно меняется дело второе заблудившиеся констромские десантники какая разница да это я вам сказал это я знаю я могу сейчас видео скинуть это я вам сказал вы этого не знали и называли псковский десант да потому что если псковские десант которые были уничтожены осталось здесь человек живьем нет вы говорите да а я перепутал и сказал что заблудились псковский а когда заблудились костромские а убиты были псковский ой ой как меня загнали в угол а я даже не знаю что делать теперь я вас второй раз сейчас загоню в угол но не стыдно не стыдно вот такую я вас ловлю вару говорить сейчас перед я вас второй раз сейчас загоню в лаваньте давайте по сути того что вы сейчас прочитали значит вы читали сейчас какой источник назовите его пожалуйста я вам все прочитал нет вы откуда это взяли с источник информации откуда вы это вытащили дайте пожалуйста там есть ссылка на псковскую губернию до издание если вы найдете что-то в оригинале а я вам говорю что не найдете потому что псковской губернии издание не существует а это есть это фейк ну конечно фейк это такой же фейк как футбольная команда погибшая по словам вашей правозащитницы васильевой которая уехала в финляндию у нее еще сайт груз 200 там назывался она постоянно хоронила сотнями псковских десантников тысячами футбольные команды и вообще группами просто там ну и занималась торговлей пленными собирая деньги украинских матерей выдавая то что те их дети которые якобы находятся в плену на самом деле они были уже погибшие собирала деньги с ваших же граждан этим отличалась это васильева поэтому это информация которую вы зачитали из той же из той же серии да вы прочитали что каким-то огнем была накрыта эта рота там какая-то они пишутся а кто же все таки осуществил обстрел до этого тоже вы не найдете потому что ни одно подразделение украинской армии не уничтожало псковских десантников поэтому вы зачитываете фейки а когда вас припираешь к стенке да вы ничего сказать не сможете фактор неожиданности конечно присутствовал и поначалу этим подразделением этой роте удалось грубо говоря снести наш блокпост 1 которую не был на этом пути поставлена была задача артиллерии механизированным подразделением десантники были остановлены на рубеже и огнем артиллерию просто может на громко сказать у меня рота была уничтожена это та рота где вот известный сержант кетчаткин которая первого могила была обнаружена которую показали вот первую под да вот командир рота же тоже пойдет короленко в 2011 году старший лейтенант адачу короленко был признан лучшим командиром взвода российской федерации в бой послали то получается лучшим лучшие свои мы погибли соответствую я я верю что они заблудились потому что там же нет маркированной границы если идут боевые действия с одной и либо как наши патрулируют границу то это вполне возможно заблудились просто на бронетехнике с оружием заблудились просто найдите газету псковской губернии или что-то подобное ну слушайте я сейчас вам буду искать газету псковская ну потому что я вам вот вы всю информацию так и поверхностные собирает эти ни разу не обращаетесь к первоисточникам ну что друзья я думаю что самое время потыкать этого правдолюбца в кавычках его канал называется сила в правде вот я бы назвал скорее его правда в силе вот это намного больше соответствует вот тем целям и задачам которые он отбивает кому он служит ну вот перед вами вы видите википедия псковская губерния это газета псковская губерния еженедельная региональная общественно-политическая газета издаваем на территории псковской области выпускается с августа 2000 года издатель газеты такой-то дальше вот формат газеты коллектив газеты расследования похорон российских солдат час мы остановимся на этом чуть-чуть буквально премии награды журналиста я вам просто показываю как выглядит информация в википедии о существовании это где-то подтверждение это это не все мое подтверждение дальше я покажу больше но вот давайте мы вернемся к вот этому небольшому абзацу я вам его прочитаю 25 августа 14 года газета 1 опубликовала информацию о закрытых похоронах выбутах под псковом военнослужащих контрактников 76 гвардейской десантно-штурмовой дивизии леонида кичаткина и александра осипова погибших на минувшей неделе при невыясненных обстоятельствах в издании была высказана версия о том что погибшие могли принимать прямое участие в вооруженном конфликте на востоке украины на стороне противников украинских властей где и были убиты журналисты занимавшись этим делом получали угрозы и подвиглись нападению возле кладбища а 29 августа 14 года наш лозберга возвращался домой из офиса напали со спины трое неизвестных его избили тупим тупыми предметами нанося удары по голове и животу шлозберг был госпитализирован у него были диагностированы черепно-мозговая травма временная амнезия перелом носа и множественные гематомы лица ну про это избиение я думаю те кто более-менее следит за событиями слышали я тоже слышал о нем честно говоря вот у меня как-то я не очень помнил с чем это было связано еще друзья одна очень я тут позанимался немножко исследованием потому что вот это вот лживое существо заставило меня реально детально копаться я не люблю быть голословным он правильно гордись нет фактов не лезь я с этим в общем-то согласен вы знаете я не оспариваю этого надо обладать подтвержденным материалом и я с ужасом и болью на самом деле выяснил что это подразделение 7 6 дивизии и конкретно не просто подразделение дивизии состоит от полков полки из батальонов батальоны из рот и вот первая рота 234 полка это и была та рота которая была накрыта огнем и практически полностью уничтожена и к своему опять же даже не знаю как правильно определить мое состояние это моя рота где я служил в свое время мне очень стыдно за давнюю принадлежность даже вот к этому подразделению понимаете то есть это страшно я в страшном с ней не мог себе представить что когда-то мне будет реально стыдно за людей которые будут служить намного намного позже меня ну и друзья мои как я обещал еще одно доказательство того что наш правдолюбец сказал что существование газеты псковская губерния это полная чушь вот я уже показал вам о том что она даже есть в википедии ему даже лень было это сделать прежде чем вот так нагло лгать в глаза и всем своим зрителям и другим но человек без стыда и без совести вот я так я еще на всякий случай даже вытащил саму статью из самой газеты ее нету на веб-сайте но из кэш я вытащил саму статью и вот она как выглядит в оригинале вот она видите псковская губерния я даже если вы хотите ее потом почитать там много интересного это та статья на которую ссылаются источники и которые он ставил под сомнение вот написано что к льву шлосбергу обратились действующие военнослужащие 76 десантно-штурмовой дивизии с просьбой опубликовать информацию непосредственных участников боевых действий обращение состоится незадолго до нападения на журналиста произошедшего 29 августа пскове ну и так далее смотрите я вот сейчас вот так вот как бы примерно по одной страничке полистаю и вы в любой момент на своем компьютере потом если захотите можете посмотреть здесь очень много интересных разговоров записанных то есть кто реально интересуется детально этой истории пожалуйста вот я вам листаю останавливайте и смотрите читайте довольно интересно я почитал и показательно ничего нового я тут не нашел естественно это любому нормальному человеку понятно кто с кем воюет какая страна с какой страной кто страна агрессор кто защищает свою территорию есть определенная плеяда подлецов которые будут отстаивать за какие-то свои интересы все что угодно ну вот эти заканчивается ладно братан вот так вот тоже закончим это ну все костромские десантники рассказываю вам заехали на 20 километров за территорию украины заблудились да они они не производили никаких боевых действий и какая разница это не имеет значения ваш украинский суд не признал их военно пленными их вернули без каких-либо условий на территорию россии даже не не путем обмена просто вернули это еще раз доказывает что они не воевали они действительно заблудились у них не был даже расстрелян использован боекомплект они в бой не вступали хорошо я думаю я вас понял секундочку а как насчет из я вам скину видео где допрашивают российских военно пленных и они по очереди говорят я из такой-то части солдат такой-то части моя там должность воинская такая-то такая это видео я видел можете мне его даже не скидывать я могу его прокомментировать давайте прокомментируйте да это видео якобы под иловайском до солдаты действительно называют воинские части и подразделения где они но самое интересное что неизвестно где они и куда они потом делись многие украинские ваши эксперты говорят о том что эти же солдаты были убиты когда выходили из лавайска ваши бойцы понимаете вот так что говорить о том что они плены и не плены их ну собственно говоря нет вообще да пока это фейк очередной да это может рассматриваться как фейк в том числе а то есть этого не существовало ни этих солдат возможно это постанова да а бурятский ваш танкист тоже постанова на что бурятский танкист граждане россии воевали на донбассе когда воевали все-таки граждане россии на российской технике не как добровольцы и в том числе и на российской то есть граждане россии на российской технике воевали но сейчас очень важно назвать это же как а то очень важно за это регулярной или нерегулярной армией в этом суть его суть же вопроса не в этом а суть вопроса что вы подло сорвав погоны послав вместо реально бойцов чтобы вас не взяли за задницу реально нельзя было открыто обвинить вы просто послали своих тех же самых солдат который отпуск на почему нельзя открыто и так далее почему нельзя пришли по солдаты солдаты поснимали погоны как можно открыто обвинить ну давайте так вот смотрите 8 лет вооруженного конфликта так не не подождите секундочку это мы обсудили с вами в прошлый вопрос задали я его скорректирую я я только по теме я не скорректируйте я не пытаюсь там что-то замаливать там и так убегать нет я я хочу задать вопрос я не подойти вы этот вопрос уже обсудили в тот раз явно не вот такой мы же не дослушали я да я понял ваш вопрос нет вы не поняли хорошо дорогу вы торопитесь очень хорошо давай давайте вот смотрите за период восьмилетнего уже конфликта было три крупных обмена пленными первый обмен был в семнадцатом году 2 18 3 в девятнадцатом если вы возьмете списки этих обменов то пожалуйста найдите там хотя бы трех военнослужащих российской армии я вас уверяю не найдете граждан россии вы найдете несколько человек остальные все украинцы после этого вы будете утверждать что воюете с россией ни одного военнослужащего там не было советская не обратно с к армии в этих обменах ни одного хорошо а на савченко кого поменяли вы не знаю это они не в рамках этих обменов были хорошо это другой обмен а это уже тема тоже это это единственные два груш не этого недостаточно нет конечно они не они не участники боевых действий а как если они были с оружием в руках взят они разведчики выполняли спецоператор один из них был ранен как это не были скорее вот да они шли чтобы захватить натовского инструктора естественно это неважно для чего они выполняли боевые действия они выполняли разведывательную операцию это неважно разведливо нет это было праздничество это важно а то есть если разведка идет в атаку это не были они шли не так они шли мы сейчас не говорим про них мы говорим чем разведка отличается от неразвече разведка не шли не вы и и там и там происходят вы не понимали еще венны не вы вы перебивайте я понимаю что я понимаю что сложно они шли не воевать они шли захватить скажем так натовского специалиста я понял на территории чужой страны это не является конечно да на какой же территории страны еще захватывать на это это не является случайно как между делом нападение на чужую тюрьме ткани нервы конечно то есть наличие вооруженных людей из регулярной российской армии на чужой территории применяющих оружие на этой территории не является скажем так шел конфликт на границе с россией до идет вооруженное противостояние кто с кем воюет непонятно разведчики были отправлены выяснить что же там происходит какой конфликт на границе с россией между кем и кем шоу но между вооруженными силами украины и повстанцами как это как вы как понять на границе с ротистами как понять на границе с раз но просто донецкой области вот силу определенных обстоятельств находится на границе с россией а какого какое имели право военнослужаatz оружие в руках вступая в боевые действия пересекать чужую территорию они не вступали в боевые дии а почему они стрел когда стреляют из автомата не боевые действия они защищали свою жизнь от то есть это не более ли спеца когда защищай свою жизнь от не боевые действия да надо было немного sera то нападаешь тогда боевые бракка конечно конечно новое все равно ответьте на вопрос. Все, вот ты и сел в лужу, блин. В лужу сели вы. Возьмите три списка на обмен пленных, официальные списки, которые составляли украинские власти, и возьмите в этих списках, найдите, пожалуйста, российских военнослужащих. Если найдете, я скажу, что вы воюете. Он загнан в угол, он не смог ответить вот на этот простой вопрос. Конечно, конечно. Я вам на все вопрос ответил. Он признал, что люди зашли, стреляли на чужой территории, но говорит в связи с тем, что они защищались. А вы ответите, что не защищались? Это не считается боевыми действиями. Вот вы еще раз подумайте. Возьмите списки. Возьмите списочки на обмен и посмотрите, кого они мятят. В связи с тем, что защищались, это не считается боевым действием. Вам удобно заболтать, но вы все-таки... Нет, так вы же перескочили на другую тему тут же. Вы же не ответили на мой вопрос. Первый вопрос был мой. Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я на ваш ответил. Хорошо, на какой ваш вопрос ответить давайте. Я вам сказал, найдите, пожалуйста... Нет, вы мне не указание, а вопрос задайте. А, вот если вы там найдете... Нет, если не надо, вопрос задайте мне, я отвечу. Вы можете юлить сколько хотите. А, то есть вы боитесь. Берете списки, берете списки, а у вас нет ответа на мой вопрос. Еще раз вам говорю. Вы загнаны в угол, понимаете? Назовите мне тогда... Это не вопрос. Вопрос ваш в чем? Так, это вопрос. Нет, это не вопрос. В чем ваш... Нет, это не вопрос. Но если вы считаете это не вопросом, тогда можете на него не отвечать. Возьмите... Почему вы боитесь ответить на мой вопрос? Я на ваш вопрос ответил. Нет, вы не ответили. Хорошо, повторяйте свой вопрос, на который я не ответил. Повторяю свой вопрос. Почему военнослужащие российской армии с оружием в руках, стреляя на чужой территории, даже в целях самообороны, не считают... Это не считается боевыми действиями. А если они нападают, это считается боевыми действиями. Давайте. Ответьте мне на этот вопрос. Вы сами запутали свой вопрос. Это вы сказали. Это вы сказали. Такую чушь. Я объясняю, что российские военнослужащие, два разведчика, главного разведывательного управления, генерального штаба Российской Федерации, Александров и Ерофеев, выполняли на территории Украины разведывательную задачу, возможно, возможно, по захвату натовского специалиста. Зачем вы третий раз одно и то же говорите? Давайте с твоего места отвечаем вопрос. Я отвечаю на ваш вопрос. Вы так пространно отвечаете. Ну давайте, давайте. Тяните время. Вы можете считать, что это странно. Не, не, тяните время. Продумывайте пока. Давайте я слушаю. Зачем? Я не собираюсь ничего тянуть. Я уже отвечаю. Вы тянете время. Вы же не отвечаете на мой вопрос. Я уже ответил вам. Если вы не... Вы не ответили на мой вопрос. Я вас спросил. Это боевые действия или нет? Вы сказали, они оборонялись, поэтому это не боевые действия. Конечно же, это не боевые действия. Почему? Не боевые действия. Почему вы так считаете? Они нерегулярные армии Российской Федерации, вступающие в бой. ГРУшники, это нерегулярные разведчики. Конечно. Конечно, разведчики. Разведчики, это нерегулярная армия. Это прекрасно. Это разведчики, именно разведчики. Главное разведывательное управление. Да, именно так. Хорошо. Ага, давайте тогда мы... Я перефразирую вопрос. А как вы считаете, нерегулярная армия имеет право на территории соседней страны вести боевые действия? У нас нет нерегулярной армии. Вы же сказали, что у вас нерегулярная армия разведчики эти были. У нас нет нерегулярной армии. Они были из регулярной армии или из нерегулярной? Они были из разведывательного управления. Да, это армия или нет? Это не армия. Это главное разведывательное управление. Управление чего? Управление чего? Генерального штаба. А генеральный штаб это не армия? Нет, конечно. Это не часть российской армии? Это не часть российской армии. Генеральный штаб российской армии это не часть российской армии? Это не часть российской армии. Можете посмешно. Мне говорили, что вы военный бывший. Да, я военный. Вот возьмете... Вы как ребенок. У вас нет элементарных знаний. Очень смешно. значит берете списки и читаете да я я вы знаете я специально ему вопрос им не являетели генеральный штаб российской частью российской армии и вы мне я это выложу обезоток я вас загнал и вы загнаны и вы мне найдете там в этих списках на вы загнаны в угол сейчас вы не знаете что сказать вы так я дочите одно и тоже про списки там и тогда вы трендите не останавливаясь а я вас прошу найдите списки на обмен пленными и да вы меня можете просить сколько угодно мне все равно чем у меня следующий нашей встречи вы продекламируете мне российских военных которые о чем с вами после это можно говорить и убежал гаденыша ой блин но это просто капец конечно вы видели гаденыш врун изворотливый такой вернее он считает что он изворотливый смотрите он попался несколько раз на открытой лжи и он это понял его загнали сейчас просто как крысу в угол крысу конченую блин подлую причем говорит генеральный штаб российской армии не является частью российской армии военнослужащие грыл не являются частью регулярной российская армия какой является нерегулярной нет они вообще не являются частью никакой российской армии а частью генерального штаба который тоже не является частью российской армии я даже не знаю с одной стороны он как бы выслушивает вопрос потому что ему стыдно не отвечать перед своими подписчиками потому что он славит такой что он никогда типа не забалтывает человека и так далее а с другой стороны он обкакался уже по полной программе просто по всем показателям что я тогда загнал его в угол блин кстати я видео выложу больше фактов о псковских десантниках он говорит все я соврал я не знал про костромских десантников а я назвал псковский потому что я ничего не знаю ну конечно я знал про заблудившие десантника это вообще притча воизы и какая разница если я их назвал не костромскими а псковскими от этого что меняется суть а для него это меняется для него ведь суть это не главное для его главная эта форма и как ее извратить это конечно один из самых больших подлецов ладно там имперцы они хоть признают что они там имперцы да там захватчики а этот же не хочет признавать гаденыш и он еще горит сон бывший военный говорит такой идиотизм генеральный штаб российской армии не является частью российской армии не имеет и 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 до Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok